Они увидели, что ты вообще не соображаешь. Это вот то, что с тобой произошло, это стандартная, скажем так, абсолютно ненормальная, но уже стандартная схема всех полицейских, во всех городах всей нашей страны. Со всеми так поступают, и со мной так было много раз. Я находился без маски. А вы кто? Я сотрудник полиции. Другой был в гражданской одежде и без маски. Какое постановление правительства? Вы нарушаете сейчас конституцию, федеральные законы. Место проживания я им давать не стал. То есть вы меня задерживаете? Они это все проигнорировали и стали оформлять протокол. Вы что, меня хватаете, что ли? Вы физическую силу ко мне применяете? Формулировка уже поменялась. И приступили к задержанию. И копию протокола, то есть все документы, все они у меня отобрали. Куда вы меня ведете? Дайте мне хотя бы штаны. Считали, что это очень смешно. Хихикали. Куда вы меня тащите? Это за неповиновение. Вы отказываетесь в данном протоколе расписываться? Ну, мне отказали. В ручки бумаги просто в машину всунули, и все. Сразу же повезли в суд. В зале суда я не садился. Вбежал судья. Десять суток, и все, иди отсюда. В каком виде ты это делал? Устно или письменно? В устном. Да неважно, слушал он или не слушал. Твоя задача была сказать это, озвучить. Правым голосом воспользоваться. Вы наручайте мою полную защиту. На что он ответил? У меня материалов достаточно. Все. А вот на письменное он обязан вынести письменное определение. У меня ни связи не было, ни бумаги, вообще ничего. Как готовиться? Ты протокол чем подписывал? Пальцем, что ли? Нет, но ручку дали. У тебя ручка была дважды в руках. У тебя шикарный материал на руках, а ты говоришь, результат нулевой. Ты просто не знаешь, что дальше с этим делать. Твоя проблема в том, что ты все делаешь устно. Я хотел бы добиться, чтобы и меня тоже без маски в моем отделении обслуживали. А тебе ручку давали два раза в руки. Ты ей не воспользовался. Мы живем в такой стране ужасной, только из-за того, что никто ничего не хочет делать. Я в принципе не ожидал, что может быть такое. Закон и работает, и не работает. От тебя все зависит. Место регистрации и место проживания сотруднику полиции, совершив административное правонарушение, предусмотренное статьей 20.6.1. Таким образом, гражданин Баршин оказал неповиновение сотруднику полиции, а именно неповиновение законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Добрый вечер. Привет. Это Александр. Ну, рассказывай, что это такое. Да, хотел бы обсудить ситуацию, в которую как бы влез. Ну, наверное, так скажем, сознательно, потому что определенные задачи перед собой поставил. Ситуация такая. Меня взяли в патруль. Там два человека полиции. В магазине пятерочка. В момент решения там покупки. Я находился без маски. Игнорировал это требование везде. Они сразу меня отвели в машину для составления протокола. Они были с соседнего района, и я поэтому сомневался, что они на своем участке. То есть есть ли вообще у них разрешение работать на соседнем районе. Потому что они меня взяли в Калагрии, а это полицейские из Мантурова. Я у них попросил, ну, они показали, один человек показал удостоверение, другой был в гражданской одежде и без маски. Вел съемку. То есть он снимал меня, я снимал их на телефон. Чет, вы что меня задерживаете? Пойдемте для составления протокола. Я вам говорю, вы нарушили постановление правительства. Какое постановление правительства? Вы нарушаете сейчас конституцию, федеральные законы. Вы нарушаете. Удостоверение они предоставили, но доверенности, в которой было бы написано, что они работают в этом районе от своей организации, у них такого не было. То есть они вообще это не практикуют. Удостоверение у вас должно быть. Я не буду снимать. Вас надо снимать. Я не буду снимать. Вы хотите очень. Я не буду снимать. Прочитайте. А вы кто? А вы кто? Я сотрудник полиции. Давайте удостоверение, и вы тоже. Я ко мне обращался, вы ко мне первый обратите. Зачем вы со мной тогда разговариваете? А как мне не разговаривать? Вам объясняют? Если вы не представляетесь, я вас не вижу, не слышу. Вы никто. Просто вот никто. Нет у вас. Я им сказал установочные данные, по которым они могут все данные, скажем, по базе проверить. То есть фамилиями отчества и год рождения. Место проживания я им давать не стал. И они меня, значит, в принципе, я не стал давать, потому что я, во-первых, сомневался, что они тут законно орудует. Если вы окажете неповиновение, вы будете задержаны. Вы за маски? Вы сотрудник МЧС? Вы сотрудник МЧС? Нет, не сотрудник МЧС. В чем здесь вы к маскам? К маскам вы не имеете никакого отношения. И мы проехали с ними полицейский участок города Калагриево. То есть здесь в двух минутах езды как бы от магазина. Держите, пожалуйста. То есть вы меня задерживаете? Нет, вы меня задерживаете. Там был дежурный. Я все снимал на телефон, все эти процедуры. Значит, дежурного я попросил. Ну, тоже как бы ситуация такая, что дежурный должен оформлять меня, раз меня привезли в участок Калагриевский. Я говорю, ну вот дежурный Калагриевский, я оформляй тогда. Они это все проигнорировали и стали оформлять протокол. Именно по поводу масок. Требовали от меня, значит, место прописки. Я уточнял несколько раз, что регистрации паспорта. Где паспорт зарегистрированного от меня хотите? Что жить я могу, где хочу. Ну, они как-то опять уточнение полностью игнорировали. Все равно требовали как бы места прописки. В конце концов, я им сказал, говорю, что место регистрации паспорта такое-то. При этом я все время всю эту процедуру снимал на свой телефон. Дежурный прицепился ко мне с требованием прекратить съемку, так как я нахожусь на режимном объекте. Я ему сказал, что он меня, скорее всего, вводит в заблуждение. Мне нужен документ, чтобы он подтвердил, что это режимный объект. Вообще дежурная часть, как бы фойе, фойе дежурной части, где могут ходить, во-первых, и в этот, типа, паспортного стола. То есть там еще одна организация. В принципе, она не под замком, никаких сведений, ничего этого нет. Я имею право снимать на телефон, потому что защищать буду свои права. Здесь что-то мне, на мой взгляд, происходит неправомочное. Он, значит, сразу сказал, пытался меня там еще как-то за руку взять. Вот я это все снимал. Говорю, вы чего меня хватаете, что ли? Вы тут физическую силу ко мне применяете? Вот он, значит, перестал меня хватать. Но тут же сказал, значит, мы тогда будем, как неповиновение органам власти, исполняющим свою какую-то функцию, значит, будем оформлять протокол. 19.3. Протокол по маске мне они выдали копию. Уже к тому времени была оформлена. Но она была под калькой. Вообще практически ничего не разобрать. И почерк плохой, и все. Вот, и я их просил сделать ксерокопию, потому что здесь ничего не разобрать. Это с оригинала. Снимите лучше ксерокопию, что здесь вообще ничего не разобрать. Я по этой бумажке ничего не увижу. Мне ксерокопию вот с главной сделаете. Все снимают вам, что ксерокопию не переживайте. Ну, и они ушли в дежурное отделение. И там, значит, какое-то время они оформляли протокол по вот этой статье сопротивления органам власти. Выносят этот протокол, зачитывают. И там уже у них формулировка уже поменялась. То есть они ушли оформлять якобы неподчинение, отключить, ну, как бы прекратить съемку. Поменяли, значит, на то, что я не давал сведения, чтобы установить мою личность. На что я им как бы возразил, что вы уже, говорю, оформили мне протокол по маске, где у меня уже написано, вместо прописки паспорта написано. И тут вы мне неподчинение протокол составляете. То есть где логика? То есть все сведения у вас есть, они находятся в протоколе уже, который вы мне выдали. И тут же вы как бы противоречите сами себе. Но абсолютно они проигнорировали мои слова и приступили к задержанию. То есть они отобрали у меня в том числе и копию протокола, которые уже выдали, за которые я как бы подписался. Естественно, там вещи забрали. То, что я записывал на телефон, я успел по интернету, ну, по это самое, отправить эти записи жене. И, значит, все они у меня отобрали. И, значит, в этот самый поместили меня в КАС. Это камера для административных задержанных. Естественно, и копию протокола, то есть все документы, все они у меня отобрали. И после этого они, конечно же, протокол на маске, они просто его уничтожили. Ну, чтобы как бы логика соблюдалась. То есть я им ничего не дал, поэтому они вынуждены были меня, значит, арестовать. Противился, значит, требованиям полиции. Ну, давайте ознакомливайтесь. Не надо так бояться, да. Значит, что тут в этом протоколе у вас. Да я вам копию выдумываю, не переживаю. Да, я не переживаю. Давайте не будем бояться туда вместе. Дальше уже протокол по маске. Они оформляли на следующий день уже в Мантурово. То есть я сначала полдня отсидел в Калагрии, потом они меня перевели в такую же камеру в КАС Мантурово утром. А при этом они у меня, значит, забрали куртку, потому что там веревочка, значит, не доставала, она вшита очень сильно. И забрали у меня спортивные штаны, в которых я был, потому что там не вытаскивался вот эта веревка, она вшита там, и в штанах, значит, у задерживания не должно быть ни шнурков, ни веревок, ничего. Поэтому они у меня забрали штаны. Утром меня, значит, из КАЗа забрали для оформления протокола, по новой уже, вот этот, по маскам. При этом я был, ну, в подштаниках. Ну, они черные, правда, но это было нижнее белье. Я говорю, куда вы меня ведете, дайте мне хотя бы, дайте мне хотя бы штаны, вот, чтобы я мог себя человеком чувствовать, куда вы меня тащите. Говорит, ничего, не это самое, не голый. Отвели меня, значит, в участок лице, наверное, на второй этаж. Там он, значит, пригласил женщин понятых для оформления протокола, сославшись на то, что я отказываюсь подписываться в протоколе. При этом они вели съемку на телефон. Я им несколько раз сказал, что я не отказывался. Никогда от подписания протокола их подписывал. Это за неповиновение. Вы отказываетесь в данном протоколе подписываться? Нет, нет, не отказываюсь. Так вы, пожалуйста, да. А вы разнакомьтесь, да. Давайте, вот, пожалуйста, ознакомьтесь еще раз. Конечно, конечно. Что с сведениями, что я ознакомливался, то есть все необходимые процедуры, требования, от них не отказывался, выполнял. Но, опять же, ему зачем-то им нужно было обязательно все это фиксировать под понятых. Я, опять же, сказал, говорю, что вообще это унижает мое человеческое достоинство. Я в подштаниках, в участке, здесь женщины. Я чувствую себя неловко, мне некомфортно. Они просто считали, что это очень смешно, хихикали. И продолжали все это снимать на камеру, вставлять протокол. Ставили протокол. В протоколе я старался, во-первых, записывал, что я из КОАП, не нарушал и не согласен, и что мне, значит, не зачитаны были, не объяснены, не разъяснены мне права были. И то, что незаконное задержание они провели, что протокол уже был накануне записан. То есть все это я записывал, и в том, что меня вообще в подштаниках вывели, значит, оформлять этот протокол. Везде расписывался тоже, в том числе, что внизу написал, в том, что я живой человек, мужчина с именем Александр. Расписывался я так. Опять же, вписал в протокол, что имею претензии о задержании, и что претензии в размере 31 тысячи каждый час моего задержания. Все в протокол занесли, все это под съемку сделали. После этого вручили мне эту копию. Отвели уже в камеру. Там уже выдали штаны мне, куртку, и сразу же повезли в суд. Опять же, в кологриф. При этом я потребовал, чтобы были свидетели в суде. Они мне в этом отказали. Я пытался добиться, чтобы они мне дали ручку и бумагу. Они мне отказали в этом. Посадили в машину и повезли на суд. На суде, когда меня пригласили в зал суда, я не садился. В зале суда присутствовал только охранник, который был на бахте. Который вообще проверяет с металлоискателем рамки, записывает журнал присутствующий. То есть вот этот вот полицейский. Вбежал буквально судья этой черной мантии. Он вплюхнулся за свое кресло. Сразу стал читать протокол. В том числе права статьи 51 Конституции. То есть все, что в протоколе содержится, все это он зачитал. У меня уже на тот момент не было телефона. То есть там все, батарейка села. У меня записывать было нечем. Никакого секретаря не присутствовало при этом. То есть только вот этот судья зачитывал. Я сказал, что у меня есть волеизъявление. Опять же сказал, что твой статус утвердил живого человека. По протоколу обратил его внимание на все нарушения, которые были. И что у меня есть материалы, которые я хочу приобщить к делу. На что он мне сказал, что у меня материалов достаточно, и мне твои материалы не нужны. Десять суток, и все, и иди отсюда. Все, и ушел. То есть он не дал мне приобщить материалы. Я запросил вообще эту съемку, которую вели. То есть во всем отказал мне. Вообще полностью проигнорировал. Объявил просто арест десять суток. И все, и удалился. Потом там через десять минут мне уже эту копию постановления выдали. Или там десять или пятнадцать минут. И дальше уже забрали ИВЛ. Ну и, собственно говоря, в ИВЛе какие-то вопросы по суду и так далее не возникали. Они прибежали буквально через какой-то час, наверное, прибежали. Там заместитель начальника и... Еще там несколько человек стали интересоваться. Значит, все ли у меня хорошо, все ли там устраивает. То есть, ну, вот этим режимом там все, такие испуганные. Сказали, что случилось. В интернете там очень большой отклик. Там звонят, что жена, значит, волнуется. Вот мы сказали, чтобы она не волновалась, что все хорошо, что условия нормальные, что покормили. До этого полтора суток даже воды не давали попить. Не то, что там что-то перекусить. Это тоже в том числе расстроило мою супругу. Здесь уже как бы в камере они кормили, там что-то дали. Какие-то макароны, там еще что-то, чай. Вот, то есть здесь уже, конечно, уже по отношению там к камере, там я никаких претензий не высказывал. Врач приходил, мерил там два раза в сутки температуру. Единственное, что я попросил, чтобы меня в лоб не стреляли этим лазерным термометром, вот, а чтобы мне давали обычный градусник. Они как бы все мои пожелания выполняли, то есть и бумагу, и ручку давали для записи. Там письмо я отправил в том числе сюда жене, поэтому тут как бы вопросов нет. Там какие-то книжки и так далее. Выводили на прогулку, там дус позволяли, и дачи брали, и даже было, значит, одно свидание с женой. Вот, то есть, ну, все в рамках, ну, да, которое было непросто добиться, потому что тоже там вводили в заблуждение, что нельзя якобы. То есть приходилось, опять же, ну, как бы обращаться к законодательству, выискивать, убеждать их, что нет, по законодательству все это можно. Из процедуры, там, кто должен расписаться, куда подать, как это все. То есть даже судья, который должен был подписать это ходатайство, он на свидание, он тоже ответил не сразу, взял какую-то там паузу, выяснял, куда-то звонил, но в конце концов он свидание разрешил. Это для того, чтобы подать апелляцию можно было в срок, чтобы я расписался, ознакомился с ней. Вот, ну, и, собственно говоря, наверное, ну, основное, наверное, все. Вопросы могу задать? Да. Замечательно. 21 минута ты мне рассказывал. Так, вопрос номер раз. Смотри, короткий вопрос, короткий ответ. Не надо мне лекцию опять на 21 минуту устраивать. Первый протокол, который по маскам был составлен, с чего ты взял, чтобы они его уничтожили? Он больше нигде не фигурировал. Я, ну, просил, чтобы они мне его предоставили. Они отказались. Ты говорил, что копия будет плохо читаема, и требовал это, чтобы нормальную сделали? Требовал, да. Ну, они все забрали. Они и копию забрали, и оригинал. То есть я больше его не видел. Вот, оформленный первый. Когда забирали, ты говорил, чтобы составили протокол изъятия? Они составляли изъятие, но там не было его, не фигурировал. А ты подписывал этот протокол? Получение, да, я подписывал протокол, и получение копии тоже расписывался. А зачем? А ты написал там, что в протокол изъятия не вписан протокол по маскам? Нет, такой записи не было. Я не спрашиваю, было она там или нет. Я тебя спрашиваю, ты вписал туда или нет? Нет, нет, не вписал. А почему не вписал? Я не знаю, что-то меня отвлекло или что. Потому что копию протокола, на тот момент копия протокола была только о задержании, а этой копии не было там. Я просто это, видимо, упустил. Ну, ты помнишь, спустя 12 суток, что у тебя изъяли этот протокол, но ты там на месте не вписал, что у тебя изъяли копию протокола, но ты при этом не написал. У меня была запись, я ввел запись, видеозапись на телефоне, где я четко сказал, что у вас сведения в моем проживании уже в протокол записаны, и копию я получил. То есть, откуда тогда, ну, зачем тогда задержание? Я тебя не пойду, подожди. Я это понял уже все. Ты на вопрос ответь. Я не вписал. Все? Я не вписал. Его нету в этой... А копию протокола изъятия тебе выдали? Копия изъятия? По-моему, была. Сейчас я, ну, я поищу. Я что-то вот этот момент сейчас... Копия изъятия того, что было, что было изъято в Кологриве. Что-то я такое... Было, да? Александр? Угу. У меня здесь письма документов, я не помню. Я должен обновить эту... Ты меня слышишь? Слышу. Перестань искать, сосредоточься на разговоре. Да. Слушай. Потом поищешь. Да, нет, не помню. Не помню. Вот и все. Не надо искать. Угу. В то время, когда эти два протокола изъятия и по маскам первые составляли, у тебя телефон был включен на видеозапись? Да. Ты зафиксировал, на видео заснял сам протокол первый, первичный, по маскам? Вот я сейчас не просматривал, не помню, сам протокол был бы, был ли фигурел, но обсуждение его зафиксировано. Что там данные, место жительства, регистрация документа там есть. И они даже отвечали, что они узнали это место по базе, поэтому все равно задержание правомерное. То есть они узнали сведения по базе, а я им сопротивлялся их дать. То есть, поэтому сведения в протоколе есть. То есть они отвечали даже на мой вопрос. Остановись. Еще раз напоминаю. Короткий вопрос, короткий ответ. Ты мне опять лекцию устраиваешь? Угу. Стараюсь. Я слышу, как ты стараешься. Лекцию устраиваюсь. Ты меня в смысле сбиваешь? У меня четкая линия вопросов выстрелена. Ты мне начинаешь в мозги вливать ненужную информацию. Понял. Так, а телефон когда изъяли, вместе с протоколом изъятия? Да. А запись ты как вел? У тебя программа стояла? Или они видели, что ты видеофиксацию производишь? Они видели. Угу. Так, после протокола изъятия все у тебя, это, видеофиксация пропала, да? Да. И аудио тоже? Все, да. Потому что все забрали. Сейчас у тебя телефон на руках? Да. Видео, аудио сохранилось? Сохранилось. Я его переслал. Ничего не видел. Пришли. Ты говорил что-то там про апелляцию. Ты обжаловал вот этот протокол по 19.3? Вот эту апелляцию, да. Именно эту апелляцию послали. Кто послал? Как послал? Когда? Составила, жена составила вот этот текст документа, привезла мне, я с ним ознакомился, подписал, и она по почте отправила. Куда? В 10-мирный срок она успела. Куда отправила? В суд. В тот же или в... В два места. В два места. В суд и в ВВЛ. Монтровский. Я еще раз вопрос задаю. Слушай внимательно. В тот же суд или в вышестоящий? В тот же. Вот и плохо, что в тот же. А там в шапке как было написано? Вышестоящий суд через нижестоящий? Да, да. А, тогда все правильно. Так. Когда отправлялась... Как отправлялась? Заказное письмо с описью? Вложение? Само письмо с описью и с уведомлением. Второе письмо. Так, и что, результат есть какой-то, нет? Пока нету. На сайте не смогут? Зарегистрировано, нет? Зарегистрировано? Я не знаю, пока еще не опись. Опись зарегистрировано. А результата пока нет. Значит, по этой апелляции в первую очередь подаешь волеизъявление в тот же так называемый суд на ознакомление с материалами дела. И там уже надо смотреть, есть там твоя апелляция или нет. Пока она не ушла в вышестоящий так называемый суд. Воляизъявление для ознакомления с материалами дела. То есть, именно не протокол, как формулировать? Еще раз повторяю. Волеизъявление на ознакомление с материалами дела. Угу. Понял. Ты когда в камеру зашел, тебе ручку, бумагу давали? Ну, я попросил, выдали. Ну. Ты жалобы написал в сторону прокурора, там, в сторону МВД, что изъяли протокол, протокол изъятия, там, это, копии не выдали. Ты это все писал? Нет, я это не писал, это в протоколе записывал. В каком? По 93? Да, что на тот момент было уже выписано и выдан мне протокол по 26.1. Ты говорил, что ты требовал привлечь свидетелей. В каком виде ты это делал? Устно или письменно? В устном. И просил ручку и бумагу, чтобы это в письменном виде записать. Но мне отказали. В ручке, в бумаге, просто в машину всунули и все, и повезли нас суток. У кого ты просил? У того, кто меня, у дежурного, тот, который писал протокол по этой статье. Вспомни точно формулировку, как ты ручку с бумажкой хотел? Значит, я сказал, что я желаю, чтобы присутствовали свидетели, которые понятые, которые были при составлении протокола. Дайте мне ручку и бумажку. Я письменно сделаю заявление. Ты когда вот эту черную мантию увидел, ты говорил, что тебе ручку и бумажку не давали? Ты требовал ручку и бумажку? Я требовал? Подожди, вопрос. Да что ж такое-то? Ты требовал у судьи ручку и бумажку и хочу подать письменное хозяйство в разъявлении? Нет, письменного в суде не говорил. Ну, вот плохо. Он на все твои устные хотелки ответил устно и все. А после того, как он тебе в чем-то отказал, надо было ему этот отвод делать. Ты этого не сделал. Он вообще не слушал. Да неважно, слушал он или не слушал. Твоя задача была сказать это, озвучить. Правым голосом воспользоваться. Не просто говорить там, что ты меня не слушаешь, да выслушай меня. А конкретно. Я хочу написать письменное волье заявления. Дайте мне ручку и бумажку. Вы нарушаете мою полную защиту. Вот это надо было говорить. Я ему сказал так, сформулировал, да, что я хочу, чтобы к делу приобщили материалы. Я хочу подать материалы. Он говорит, на что он ответил, у меня материалов достаточно. Все. Ну, все правильно. Я не дал. Поясняю. Подожди. Перевожу на юридический язык. Ты заявил устное ходатайство. Он тебе устно на твое ходатайство ответил. Все. Какие претензии? Ясно. А вот на письменное он обязан вынести письменное определение. Вот все, что ты хотел о черной мантии, надо было заранее в камере или в ВВС и где угодно. По пути, в самом зале, когда зашел. Надо было уже туда заходить с бумажками, которые отражали твою волю. В письменном виде. И плюс, когда у тебя еще телефон был на руках в самом начале, тебе надо было фиксировать то, что ты требуешь ручку, бумажку и нарушать твое право на защиту. И голосом под видеофиксацию заявлять, пока есть видео, пока пишется аудио, надо было все это устно озвучить, все свои ходатайства. О привлечении защитника. О выдаче тебе ручки, бумажки. О переносе дела, о вызове скорой. Ты мои видео видел? Самостоятельная право защиты. Три видео, три части. Нет, не все. Наверное, уже они позже вышли. Или я не пропустил. Ну, а какие видел? Мне сейчас трудно так сказать. Несколько видел записей. Разбор какого-то тоже судебного дела видел. Нет, 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 нет. Недавно вышло, месяц назад, три видео. Самостоятельная право защиты. Посмотрю. Там все ответы на твои вопросы. Вопросы еще есть? Ну, вот у меня единственный вопрос. Вот в такой ситуации, когда все доводы, согласно федеральных законов, конституции, указаны в материалах дела, приобщены, и судья зачитала все, но полностью их проигнорировала, ссылаясь только на распоряжение губернатора. То есть для меня это очевидно, что закон не работает уже. Имеет ли в таком случае смысл все время, значит, с масками ввязываться вот в эти разборки, в эти штрафы и так далее, если все равно никакой защиты здесь законной быть не может? Ошибаешься. Закон и работает, и не работает. Он не работает, когда ты не работаешь. А вот когда ты работаешь и знаешь, что делать, и трудишься над этим, над твоей самостоятельной правозащитой, тогда все начинает работать. От тебя все зависит. Надо правильно уметь заполнять протокол, писать там правильно, где разъяснены права, писать нет. Это вот что я вот в этих лекциях рассказываю. Тогда все было у меня записано. Так а почему ты не действовал на месте? Почему ты под видео, пока у тебя телефон был, почему ты все ходатайства не озвучил? Ты ни одного ходатайства, по сути, не написал письменно? Ну, во-первых, у меня не было ни ручки, ни бумаги. В КАЗе ничего не выдавали. Все забирали и даже пить не давали. Я не знаю, как можно было там добиться. После КАЗа меня сразу же, опять же говорю, погрузили в машину после выполнения протокола. Тоже не дали ни бумаги, ни ручки. Там я сразу же приехал. Меня сразу же в зал суда. Вбежал судья, свое пролепетал. Мне во всем отказал. Десять суток и убежал. Все. И я, честно говоря, в таком цейтноте, я даже, ну, как бы это сказать, я в принципе не ожидал, что может быть такое. Что не будет ни секретаря, ни возможности что-то писать, подготовиться. Ну, какие-то вот, ну, подготовиться к суду. Потому что я с этими дежурными говорил, что мне нужно подготовиться. Готовиться надо дома до задержания. До дома. Если меня просто вот как взяли в магазине, упаковали, сначала в холодном КАЗе держали, потом в теплом КАЗе держали, все забрали, то есть ничего не было. А потом сразу в суд отвели. Как подготовиться было? Я, честно говоря, ну, у меня ни связи не было, ни бумаги, вообще ничего. Как готовиться? Я тебе пояснил, надо было все зафиксировать. Пока у тебя была видеофиксация, зафиксируй все под видео. Не, не, они здесь, в Калагриве, забрали телефон, и больше у меня его не было. Телефон у тебя забрали после того, как составили первичный протокол по 20.6.1. Ты хотя бы это зафиксировал? Ну, то, что протокол не отдали, зафиксировал. Это последние, наверное, были как раз моменты съемки. Дальше они уже, когда копию протокола отдали, они все уже стали все забирать. И отправили в камеру. До подписания протокола надо было написать кучу ходатайств. Ты этого не сделал. Понятно. Они увидели, что ты вообще не соображаешь. Это вот то, что с тобой произошло, это стандартная, скажем так, абсолютно ненормальная, но уже стандартная схема всех полицейских, во всех городах всей нашей страны. Со всеми так поступает. И со мной так было много раз. То есть до того момента, да, нужно? Пока еще есть ручка. Ясно. Ну, да. Ты протокол чем подписывал? Пальцем, что ли? Нет, но ручку дали, протокол. Надо было взять ручку и сказать, вот, отлично, благодарствую за ручку. А теперь еще бумагу я буду писать ходатайство письменное. До подписания протокола. Ясно. У тебя ручка была дважды в руках. При составлении первого протокола по маскам и при подписании протокола изъятия. Два раза тебе ручку давали в руки. Угу, ясно. Присылай видео, посмотрю, смонтирую. И, в принципе, ну, мне все ясно. Ты просто не сообразил воспользоваться правами этого, своей персоны. Ну, да. Тогда вот еще один вопрос по параллельному делу, которое вот вчера было. Там я подготовился, там у меня была домашняя работа, там я два воли и заявления написал полностью. То, как было вот в том видео, которое, ну, с этими просмотрел. Там было в том числе приложено, приложен документ, вот этот живой мужчина Игорь. Последний документ, который он на почте сделал, оформил. И руководитель почты ему ответил, почтовое отделение, значит, в Москве, ответил, что декриминация недопустима, что он может, без маски его должны обслуживать, и что они проведут работу со своими сотрудниками. И вот по этому делу, опять же, по маске, второе было уже слушание. Первое она отложила на 10 дней, или даже больше. И этот документ, были приглашены, опять же, по моему ходатайству, все свидетели, то есть это было и операционист почтового отделения, и начальник почтового отделения. И уже в зале суда я этот документ отдал начальнику отделения, она с ним ознакомилась, я задавал ей вопросы, что это вышестоящее начальство, то есть это ее руководство, это его отношение к маскам. На что она мне... Ну, и теперь она будет вообще руководствоваться этим письмом, этим ответом, или, по крайней мере, поинтересуется ли у руководства, что с этим делать, потому что у нее информация теперь на руках есть. Она сказала, мне ничего не надо, и я руководствуюсь только распоряжениями начальства. То есть я ей задавал вопрос, руководствуется ли она вообще инструкциями должностными, где прописано, что она обязана выдать посылку пришедшую, безусловно, то есть они могут оформлять там на маске протокол, но выдать она обязана, и что она нарушает федеральные законы. Весь список я ей там тоже прилагал. На что она мне сказала, что меня не интересуют законы, меня интересует только распоряжение начальства. В том числе, когда она заставляли там одеть эту маску, она опять выдавала тряпочку, я ей предоставил ГОСТ, по которой эта тряпочка не является средством надежной защиты. потребовал распоряжения губернатора, подписанное им. У них нет ни того, ни другого. И она говорит, что даже неважно, есть ли это распоряжение губернатора или нет, ей достаточно распоряжения начальства. Все это как бы я просил зафиксировать в протоколе. Все вот эти возражения, 323-й федеральный закон, и много там было в этом волеизъявлении указано все это. Все это судья ознакомилась, все это она зачитала, но, тем не менее, постановление судьи основывалось только на распоряжении губернатора. Никаких федеральных законов, ничего она в свое решение даже не включала. И вынесла приговор, что ты виновен, потому что и свидетели показывают, и ты не отказываешься, что ты был без маски. Значит, распоряжение губернатора ты нарушил, значит, виноват. И вынесла, значит, пока не штраф, а просто предупреждение. И все, и закрыло, закрыло как бы дело. Вот здесь, вроде я подготовился, несколько дней готовился, вроде полностью по инструкциям поступил, все документы предоставил, запросил. А результат все равно нулевой получается. То есть, что ты взял с тобой нулевой? Ну, то есть, федеральные законы вообще не рассматривались. То есть, они как бы, как будто их и нет. И все вот эти мои доводы, в том числе, они тоже в результате решения, они проигнорированы, но по факту. Вот я тебе поясняю, как мыслит черная мантия. Она мыслит юридическим языком. Вот она берет любую твою бумажку и читает ее. Ты там пишешь. Вот я сказал то, мне сказали это. А я сказал это, а мне сказали вот это. А это называется, любое действие, это в юридическом языке называется обстоятельство. Так вот, каждое обстоятельство требует доказательств. Если доказательств нет к указанным обстоятельствам, то обстоятельство считается несовершенным вообще. Не имеет места быть. Соответственно, ты вот это все написал, что ты сказал, что ты это сделал. Но при этом ты не написал, что предупрежден об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Понимаешь? То есть, это бумажка-пустышка. И плюс ты, вот почему видеоблогеры все ходят и ведут непрерывную видеозапись. Ты видеозапись ввел при этом, когда разговаривал на почте? Да, ввел. А ты приложил эту видеозапись непрерывную? Нет, не прикладывал. А почему? Ну, я как-то не посчитал, что видеозапись, она нужна. То есть, я как бы документы... Я ссылался везде на законы, на федеральные законы. То есть, я их выписывал и все. Я тебе еще раз вопрос задаю. Чем подтверждаются обстоятельства, ну, допустим, то, что ты требовал по согласию 417-му постановлению, чтобы тебе выдали массу средств индивидуальной защиты? Чем подтверждаются эти обстоятельства? Этот вопрос в суде поднимался. Я его, ну, как бы поднимал в суде. И свидетели подтвердили, что да, было такое. Но им сказали, что вот тряпочки и все. Они выполняют распоряжение. То есть, они даже не отпирались. То есть, эти вопросы поднимались в суде. В этом заседании ввелся аудиопротокол? Нет. Они отказались ввести аудиопротокол, сославшись на то, что административные дела не обязаны ввести. Все правильно. Все нет. Да подожди, я вот это все знаю. Что ты мне рассказываешь? Не предусмотрено по КАПу. Все правильно. А ты ввел свой аудиопротокол в заседании? Мне запретило. У меня был запрос письменный. Она мне запретила. Она мне постановление суда. Поскольку здесь будут свидетели, данные свои личные, значит, на основании это я запрещаю. Она это сказала устно или письменно вынесла определение? Нет, письменно. Письменное дала заключение. Замечательно. Она нарушила твое право на защиту и превысила свои должностные полномочия. На нее следственный комитет сообщение о совершенном преступлении. Она не имеет права запрещать тебе ввести аудиозапись. Я причем. У меня было два. Аудиозапись и видеозапись. И она на оба отказала. Письменное определение есть у тебя на руках? Да, есть. Ну все, замечательно. У тебя шикарный материал на руках, а ты говоришь, результат нулевой. Ты просто не знаешь, что дальше с этим делать. Нулевой результат у тебя в голове, а не на бумагах. На бумагах очень много чего интересного написано-то. Я еще запросил материалы, то есть протокол суда, чтобы не отослали по почте. Тоже письменно зарегистрировал в этой, в канцелярии. И в конце недели они должны прислать мне протокол именно судебного разбирательства. А что они тебе пришли? Чем будет подтверждаться этот письменный протокол? Если они аудиозапись не ввели? Ну, секретарь присутствовала и вела все это. И в нем подписывались и свидетели. Ну вот, и я пока, честно говоря, я не знаю, я с этим не сталкивался первый раз, но я запросил, чтобы были материалы. Посмотрю, я думаю, что они должны быть с печатью заверены, что это действительно материалы, протокол, копия протокола. А видеофиксацию ты говорил, что хочешь тоже ввести? Они отказали, да. Ты говорил или письменно писал? Нет, второй раз письменно я не делал. Они отказали, именно по этому делу, отказали в видеозаписи. И я второй раз на это же дело, я его не подавал. Ну вот тебе отказали в аудиозаписи, запретили тебе, точнее, определением, правильно? Да, они мне запретили. Тогда я говорю, что раз вы мне запрещаете, значит, предоставьте мне видеоматериалы, которые ведутся у вас. Потому что в начале дела судья, в начале, как бы перед открытием суда, она сказала, что ведется видеозапись. И я, когда она мне выдала постановление о том, что видео и аудиозапись она мне запрещает ввести, и я тогда потребовал, ну, устно, да, в этом случае тогда предоставьте мне видеозаписи, которые вы ведете вот в зале суда. На что она мне сказала, что, а мы не ведем никаких видеозаписей, потому что это административное все. То есть пока я не запросил, она сказала, что ведется видеозапись. Как только я запросил, она сказала, не ведется, поэтому мы вам ничего не предоставим. То есть вот так. Твоя проблема в том, что ты все делаешь устно? Ну, вот не все, но вот этот момент-то был устно. Точнее сказать, проблема не в том, что ты устно говоришь об этом, а в том, что ты свои слова не подтверждаешь письменно. Слова к делу не пришьешь. Надо на каждую свою хотелку. Вот сначала порождается мысль, потом через волю, через слова проявляешь свою волю, говоришь, что ты хочешь. А потом еще и в письменном виде, в материалы дела это все приобщать. Все, я понял. Я понял. Значит, все письменно. При первой же возможности. Надо было прямо там же сказать, а я дайте мне ручку-бумажку, я сейчас напишу письменную волю заявления на то, чтобы вы мне выдали видеозапись, ознакомились с материалами дела, и выдали копию видеозаписи на CD-диске, или на флешку мне перепишите. Давайте ручку-бумажку. Откладывайте заседание, не знаю, на час, на два, на 15 минут. Делайте, что хотите, я же буду писать в бумагах. Ясно. Ну, а вот с этим письмом от почты вообще можно что-то дальше сделать? Потому что, как бы, она ознакомлена, письмо есть, и очень, как бы, с формулировкой такой жесткой достаточно, что это сегрегация, и что это вообще. Вот что с этим? Можно ли с этим что-то дальше делать? Вот с этим именно материалом, с этим письмом, которое почта? Ну, как минимум, можно на видео это все заснять, чтобы начальник отделения плевать хотел на мнение главпочтам, пусть даже в другом городе. Но она сказала не плевать, она сказала, что когда мне начальник распоряжения выдаст непосредственный, вот тогда я буду покупать. А бумажка, говорит, для меня вообще не указ. Мне непосредственный начальник требует, чтобы все были в масках. Я буду это требовать. Все. А вот тут надо было задать вопрос. Она от вас как требует? В письменном виде или устно? В письменном виде. Я задавал, я говорю, ну у вас же есть должностные инструкции, в которых прописано, что вы обязаны делать, чего вы не обязаны делать. Она говорит, мне начальник говорит, мне этого достаточно. Даже ситуация была смешная немножко, потому что первый раз на почте, когда возник такой спор, я вызвал участкового для того, чтобы он восстановил мои права. Участковый пришел, не хотел писать никаких бумаг по этим, потому что я тоже так немножко наехал. У меня были распечатаны все эти дела. Он не ожидал, опешил. И в результате он попросил позвонить непосредственному руководству начальника отделения. Она позвонила, он поговорил с начальником отделения, и начальник отделения выдал посылку. Мою посылку выдал участковому, а участковый передал ее мне. Участковый был в маске? Без маски, потому что я был без маски. Я спрашиваю, участковый был в маске или нет? Участковый – да. Ну вот. Тебе в этой ситуации можно было сделать следующим образом. Тут по защите прав потребителей можно было ситуацию повернуть. То есть, говоришь, ладно, хорошо, я передумал, я хочу у вас купить марки, или вот эту вот ручку, вот эту шоколадку хочу купить, продайте. Она скажет, оденьте маску. Ты ее раз сразу, вы нарушаете права потребителя. Правила торговли, где у вас уголок покупателя? У вас тут товары продаются. Где уголок покупателя? Давайте книгу жалобы и предложений. Я сейчас зафиксирую, что вы отказываетесь мне продавать товары по надуманным причинам. И вызываешь полицию по 14.8К. Там штраф 300 тысяч на юридическое лицо. А в этом полуторговле, пункт 10, написано, что любые ограничения по торговле могут устанавливаться только федеральными законами. А федерального закона, обязывающего наносить маску, нет. И в самом распоряжении губернатора не сказано, что они имеют право отказывать в продаже или в оказании какой-то услуги. Ты обратил их внимание? Да, да. Ну вот я заявление написал сразу же в тот момент, вот именно, да, где указал, в том числе и пункт 2, статьи 14.8, и пункт 44, и пункт 5, и много чего еще. И вот это я заявление отправил, значит, в отделение полиции передал. А отделение полиции отправило мое вот это заявление на двух листах, где я все это расписал, всю эту ситуацию, что меня отказывались в обслуживании. Вот. Он отправил это в Роспотребнадзор. И я сейчас вот как бы жду реакции Роспотребнадзора на... То есть получается, что вот это заявление в Роспотребнадзор именно по этой статье 14.8, там функции разные, оно отправлено. То есть я надеюсь, что они все-таки отреагируют, они же должны как-то отреагировать. Может, это не та организация, и может быть, те материалы, которые придут, дальше можно уже в другое место направить. Может быть, так? Там еще по поводу просрочки можно докопаться. Ты не смотрел у них там продукты? Есть просроченные? Нет, с этим не сталкивался. Я у них вообще там, кроме почты, ничего не брал. Ну, зайди, посмотри. Если найдешь просрочку, все там полностью основание для привлечения к ответственности. Понятно. То есть, ну, тут вопрос, опять же, нужно ли поднимать в маленьком городке, где одно единственное почтовое отделение вот такую бучу? То есть, будет ли она вообще, нужна ли она? Вот вопрос. Да? То есть, это вопрос, чтобы их наказать, или вопрос, чтобы восстановить, как бы, справедливость или законность? То есть, вот вопрос, как бы, я пока не понял. Ни то, ни другое. Привлечь к ответственности. Мы живем в такой стране ужасной, только из-за того, что никто ничего не хочет делать. То есть, это, возможно, будет через прокуратуру, или, опять же, в какие организации можно... Ну, вот, если просрочено, это понятно. Защита прав потребителей, да? Или нет? Да. Вот это 14.8. Это Роспотребнадзор компетентен вообще в решении вот этих вопросов? Или просто его отослали лишь бы куда заявление? И надо переписать в другие организации. Куда вообще это лучше? Ну, ты к материалам дела приложил видеозапись непрерывную? Нет, не прикладывал, но она есть. Так а почему вы ничего не прикладываете? Они опять то же самое, почитают бумагу. Ага, указаны обстоятельства, доказательств никаких. Ну, вот это да. Это еще один прокур. Во-первых, я понял, что первое, это нужно любую возможность использовать для того, чтобы все письменно подавать, чтобы не остаться в такой вот ситуации. И третье, это видеозаписи. Нет, неправильно. Понял. Надо и живым словом говорить, и бумагой подтверждать. Живым словом ты разговариваешь с людьми, а на бумаге это твоя персона через систему, и система видит только бумажки. Она не видит живое слово и не слышит. И то же самое с видео. Ты, когда видео прикладываешь, тебе нужно еще транскрибацию приложить к видео. Распечатку, получается, текстов. Да. Ясно. Я понял. Хорошо. Хорошо. А имеет смысл еще вот этот по почтовому отделению вот эту бумагу, которую Игорь давал. Имеет ли смысл еще с ним этот, обсудить вот этот момент, да? Что через в суде она в материалах дела оказалась, и у начальника почтового отделения она ознакомилась с этим. И вот как она отреагировала. Имеет смысл, может быть, он что-то подскажет еще. Давай сначала с этого. Какой Игорь, какая бумага? Живой человек Игорь. Я могу копию прислать. Это, как она называется, по вексельному праву. Живой человек Игорь, у него много на YouTube вот этих вот записей. По-моему, даже фамилию я не помню. У вас совместная передача. Подожди, какой Игорь? Я уже это, уяснил. Ты мне скажи, что за бумага, смысл какой ее? Вот. Значит, смысл в том, что он обращался, когда почтовое отделение, опять же, чтобы они его обслуживали без маски. И он в виде векселя все это оформлял несколько раз. Его из одного отделения отправляли в другое. В конце концов, он за несколько итераций отправил волеизъявление в главной офис в Москве, который почтового ОАА Почта России. И ему пришел официальный ответ. с номером. Единственное, он закрасил в шапке себя. Ну, еще там какие-то данные внизу. Вот эта бумага... Александр, очень длинно рассказываешь. Смысл бумаги какой? Смысл бумаги, что они извинялись, что его не обслуживали без маски, что это сегрегация и что это дискриминация. Вот. Что это дискриминация непонварительна. Бумагу, да остановись, да е-мое. Уже все ясно, блин, слишком много слов используешь. Вот так. Какой игол понятно, какая бумага понятна. Вопрос еще раз перезадай. Значит, имеет ли смысл вот как-то эту бумагу дальше продвигать, чтобы вот ему ответили, что его будут обслуживать без маски? Я хотел бы добиться, чтобы и меня тоже без маски в моем отделении обслуживали. То есть, вот если есть такой прецедент, может быть, как-то ее попытаться продвинуть, или чтобы она здесь начала действовать, вот эта бумага. Вот имеет ли смысл с ним этот вопрос проработать? Может, он как-то что-то подскажет? Ну, вопрос к нему. Ты можешь сделать, пойти тем же путем, что он также в это вышестоящую там руководство написать, приложить видео, приложить вот этот ответ, сказать, вот в другом отделении так, а у вас почему по-другому? Хорошо. То есть, можно, да, видео, опять же, с этой, с распечаткой и с транскрибацией и главпочтам, да, я понял. Хорошо. Просто у него там какая-то очень хитрая система, это не просто письма, он как-то оформлял как по вексельному праву и очень какие-то марки и все такое. Ну, само собой, он им по сути закидывал бумаги, по которым, если бы они ему отказали, они бы взяли на себя обязательства по оплате этого векселя. Они это сообразили, проконсультировались и были вынуждены вот такой ответ выдать. Ну, то есть, если не пойти тем же путем, то, скорее всего, будет отписка и все. Скорее всего, да. Ясно. Значит, надо все-таки будет с ним вопрос этот обсуждать. Хорошо, Антон, спасибо. Я понял. Вопросы еще есть? Ну, пока нет. Если вдруг появится, я надеюсь, тогда постараюсь коротенько и, может быть, тогда ты ответишь. Добро доешь на размещение этого разговора для всех. Да, да, да. Я думаю, что это, наверное, очень самая часто распространенная ошибка. Вроде, кажется, все предусмотрел и все равно вот такие во время цейтнота, когда тебя все отбирают, вот, и надо иметь вот эту именно возможность, когда у тебя ручка, когда у тебя там последняя подпись, все-таки сделать то, что ты должен. волеизъявления. Хорошо. Основные ошибки я тебе указал, остальные все детали. Присылай мне видео с почты, с задержания, когда у тебя телефон изъяли в этом, в отделе полиции незаконно. И вот эти все бумаги, там, фото этих протоколов, я не знаю, там, это определение о запрете видеосъемки. подожди, не угукай. Идет аудиозапись. Твое угуканье забивает все мои слова. потом не расслышно будет другим. Так вот, я тебе хочу что сказать. У тебя была просто шикарная ситуация по сравнению с тем, что у меня было. Когда меня в психушку упекли, незаконно поместили, мне не то, что ручку, бумагу, мне даже туалетную бумагу не выдавали, даже карандаш не выдавали, ничего не давали. Однако, нашел способ и метод, как найти сначала карандаш, потом бумагу, потом ручку, а потом листы, а потом вообще я там чуть ли не с чемоданом канцелярии ходил. А тебе ручку давали два раза в руки. Ты ей не воспользовался по своей воле. Ясно? Да. Все, давай, благодарство. Хорошо, благодарю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!